Эта дата лишь повод и с каждым годом попыток переписать историю Второй мировой войны становится все больше. Поэтому уроки Нюрнберга, главного процесса человечества, актуальны до сих пор. Мы не можем не чувствовать связи тех событий с сегодняшним днем. Мы не можем не осознавать, что политическая и в каком-то смысле и культурная архитектура, политический ландшафт Европы сложился под сильнейшим влиянием тех событий. Мы, безусловно, это отзывается в наших сердцах. Операция, к которой мы приступаем, называется Нюрнбергский вайс, наш капитан, оттачивает танцеваемое мастерство. А что там в Нюрнберге? На ИВЕ начинается суд над главными нацистскими преступниками. Международный трибунал длился почти год. На скамье подсудимых нацисты, руководители гитлеровской Германии. Подсудимый, Диас. Ты же действительно не помнишь фюрера? Какой-то портрет висел у меня в комнате. Судьи, обвинители, представители четырех держав. СССР, США, Великобритании и Франции. Подсудимый кейтинг, международный военный трибунал приговорил вас к смертной казни через повешение. На фоне важнейших событий новейшей мировой истории в спектакле разворачивается другая, личная, любовь русского разведчика Дениса Славина и белой эмигрантки-переводчицы из Франции Ирины Гагариной. После революции 17-го года в Мюрдмерге встречаются две России, красная и белая. Два лагеря, которые весь 20-й век не смогли найти дороги к примирению, проходят все стадии отношений. От взаимной неприязни к симпатии, а затем к глубокому и сильному чувству. Говорят, что сейчас очень много фильмов на военную тематику, спектакли, их много быть не может, мне кажется, это невозможно, потому что об этом надо продолжать говорить, об этом нужно говорить в самых разных формах, настолько ярко, насколько это возможно, чтобы это оставалось в сознании. Декорации сумрачные интерьеры знаменитого зала 600 Нюрнмерского дворца правосудия, амаж эстетики бюргерского стиля. Он органично перекликается с деревянной отделкой театра. Четкой геометрии обоих пространств невольно давит и подчиняет. И четвертая стена между происходящим на сцене и залом кажется стертой. Зрители здесь, как и тогда, становятся соучастниками исторического судебного процесса. Бюргерский стиль, ну, как сказать, если немножко отстраниться на пространство суда, то оно напоминает такой шкаф, буфет, такой пышущей сытостью. И, мне кажется, как бы бюргеры, да, это как бы такое благополучие, состояние, как некая такая немецкая сытость в острой форме, которая, мне кажется, как раз и привела вот к такому взрыву, что ли, этого, то, что мы называем феноменом фашизма. Смена эпизодов на сцене почти как в кино. Для режиссера Греты Шушчевичуты такой подход был продиктован не только текстом, но и школой. Она ученица Сергея Соловьева, выпускница ВГИКа. Спектакль большого стиля ставят впервые. Гитлер готовит родить новость и рыцарскую частоту кремлевого монашеского ордена. Весь спектакль наполнен музыкой Рихарда Вагнера, любимый композитор Гитлера. Своим творчеством повлиял на национальную идею Третьего Рейха. Как говорится в спектакле, нацизм это майн кампф, а Вагнер это душа Европы. Все-таки войну начали в Европе. Мария Трофимова, Александр Садольский. Новости культуры.